Каким-то образом мы только что выехали на встречку, но мне сказали, что это правильно, так и надо. Когда стрелка, вот видно, что стрелка показывает, и вся ситуация показывает, чтобы ели по встречке. Ну, это нормально, так и надо. И автобусы вот поехали по встречке, просто так удобнее, так гораздо удобнее. Мой гид, к сожалению, охрип. Ну, то есть вот не охрип, а Сергей, но он охрип. А мы идем к очень интересному храму, историю которого сейчас непонятно, как узнать без Сергея. Дворец Магараджи, вот, слева. Впереди храм, самый богатый храм мира. Но есть одно но, как всегда в Индии. В общем, история такая. Не так давно, ну, сравнительно, нашли под храмом 7 комнат. Вскрыли 6, они были набиты золотом и бриллиантами. А седьмую очень долго спорили, вскрывать или не вскрывать, поскольку там она была украшена кобрами, и написано, что это собственность бога Вишну. Ну, и как бы вот в том процессе пока спорили, вскрывать или не вскрывать, в ночь, когда должны были все-таки вскрыть, умер во сне тот, кто больше всего за это радовал. Государственный адвокат не проснулся и решили, не, не будем вскрывать золото и в тех комнатах, которые вскрыты, и в той комнате, которая не вскрыта, золото-бриллианты, так и остаются в храме. Попасть, к сожалению, в эти комнаты мы не сможем. Не получится. Ну, как и все. Эта статуя находится там внутри, в этих вскрытых комнатах. Из живота одного божества рождается другое божество, которое все сотворит, как и нас с вами тоже. Справа мы видим герб Кералы, слева федеральная символика Министерства туризма, а в середине вот тот самый артефакт, который находится в храме. Храм называется Шри Падбанабха С вами Темпл. Ну, темпл в переводе храм. Вот видите, фотографируются все возле этого храма, где лежат деньги вишны. Но войти туда нельзя, вон стоит военный. Ну, видимо, послушники ходят, а штатскому населению возбраняется. Фотографировать можно вот до этой лестницы. Дальше все, ноу-фото. В целом атмосфера вот такая, умиротворенная. Здесь вишну изображен именно таким, какой он там внутри. Он расположен за колоннами такими, когда проходишь мимо него, его не видишь сразу всего целиком, только частями. Поэтому такое чувство и нереальность немножко посещает. Когда проходишь вдоль и видишь ту голову, ту корпус, ту ноги. Здесь его две ипостаси его жены, Средерии и Пхуды. Вишна возлежит, его из попара прорезается лотос. Из лотоса рождается бог Брахма. В общем, никто так и не знает, что там в той седьмой комнате, которые запечатаны кобрами. Может, никогда никто и не узнает. Храм-то заложен пять тысяч лет назад. В тот год, когда умер Кришна. И начался век Калиюги, который продлится еще миллион лет. Так что понятия времени здесь в Индии немножко другие. Не без труда, не без труда, но я нашел не просто музыкальный магазин, а без таки арендовал себе скрипку. Что нужно, Сергей? А мне телефон. Мы просто взяли скрипку, оставили свой номер телефона, договорились о аренде. 200 рупий в сутки. И даже не заплатили денег. Иду счастливый, со скрипкой. Знаешь, какой адрес там написал? Ковалам? Не, Fire Station. Ковалам рядом с пожарной части. А, вот Сергей говорит, что адрес моего проживания, который мы заполнили вместе с телефоном, написали просто Ковалам рядом с пожарной станцией. А, вот странно она. Это, ребята, храм, где Грибничкова посвятили в Индуизму. Дали ему индуистское имя. Вот проехали просто. Можно добавить, что этот храм, где Грибничков получил свое индуистское имя, известен как место, где отпевает мертвую. Для кого-то это печально, Что лишь только одна реальность. И если от повседневности ты устала, опустись для начала на дно Байкала. В глубине его вот только камня глыбы, которых никто не видел рыбы. Света белого дня не искрит волна, Нет разницы верха от самого дна. Разве этого стоит планеты лед, До которого тысячи световых лет Здесь тебе надоест и не хочется воздух, На поверхность опять поднимешься просто. Там, где птицы летят через ветро простое, И порвал горизонты саян чистокол, И в любую минуту, почуяв тоску, Покупаешь билет. Первым рейсом в Москву. Первым рейсом в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok